Приветик! Сегодня я иду выбирать себе платье на выпускное. Кого надо уже совратилось, попизди мне тут, чтобы сиська не выпала. Мамочка, купи семечки. Такой вот вариантик. Не все так плохо, а если плохо, плохо. Со слезами на глазах чуть не суициднулась 10 раз, но закончила. Ранхикс, не хуйся, иди кайфуй. Хочется найти какое-то секси платье, но не сильно секси. Но вообще все мы понимаем, что лучше бы, конечно, без него вообще. Л, О, Л. Больше жизни, мне кажется. Я люблю группу, пошла к нолю. Нихухры-мухры, я бы так, конечно, пошла на выпускной с Джоджо. Но я больше люблю Кокёйн. Кокёйн, больше люблю. Может быть, вот такого плана буду самой яркой такой звездочкой. Я нашла идеальный, мне кажется, вариант. Или вот можно топик надеть, более развратный. Ну хотя, зачем уже этот разврат, да? Кого мне совращать? Я же уже закончила универ. Такой формат. Но она, правда, немножко коротковатая. Телесные трусы, в которых я когда находилась, и случайно платье моё задралось, все подумали, что я без трусов. Кричали об этом, они просто телесные. И бабушкин вариантик такой. Мамочка, купи семечки. Вот моей бабуле бы очень понравилось. Она очень любила мне дарить вот такие пижамки такого секси характера. Подхожу, значит, смотреть пиджачок. Понравился мне такой пиджачок. Смотрю на цену 25 тысяч. Я такое лицо сделала, типа... И продавщица такая на меня вот так вот. М-да. Вот можно подумать, у нее есть деньги на этот пиджак. А может быть, блеск такой добавить в жизнь. Серую, да. Эти платья какая-то безнадёга. Я не знаю, где найти праздничное платье. Только так, чтобы я не жирная. Ладно, снимай. Возможно, немножко откровенная. Ну а что? Вот такой вот вариантик у меня. Такая. Леди в чёрном. Пу-пу-пидо-пу. Ну а что, мне снимает, что ли, лишний раз? Вот, например, в поле за ягодами. Я, может быть, не понимаю сейчас современную моду, конечно. Но вот смотри, вот это что за какие-то оттенки? И я не понимаю этого, честно. Не понимаю. Может, это старомодная, но мне похуй. Но мне пох-пох. Тебя люблю, но веду себя так, будто мне пох-пох. Потому что я люблю тебя. Мне охрена не понравилась. Потому что... Ну давай, попизди мне тут. Просто взяла померить вещи, которые я не куплю. Просто померить. И ещё в зайчик. Не зря же хожу всё-таки. И вот эту шапку, думаю, прикупить. Мне кажется, что не очень идёт. Но я похож на гриль. Всё, что я хочу, это есть и домой. Мне уже похуй на чём, идти на выпуск. Я ничего не уронила. Я заняла очередь и пошла гулять. Потому что ничего не стоять. Стоять тяжелее всего, кстати. Когда ты идёшь или сидишь, то как-то там мышцы или какая-то кровь бежит так, что, в принципе, тебе нормально. Когда ты стоишь, там что-то застаивается. Из-за этого стоять очень тяжело. Поэтому, если вы думаете, что стоять легче, чем идти, это неправда. Я бы каким-то научным способом рассказала, но я не знаю, я не учёная. Я тебя забыла, я тебя не помню. Мне кажется, я такая взрослая женщина в этом образе. Тут кто-то вот забыл. Смотрите, какие принадлежности интересного характера. Я такое люблю. Он слишком обтягивает мои жиры, поэтому я в таком, конечно, не пойду никуда. Только если вот так ходить и втягиваться, вообще ничего никогда не жирает, то мне подойдёт. Ещё вот эти трусы очень низко. Смотрите, это для кого дотронцев и стыдов. Мерить одежду — это такой мрак. Я так устала. Может, кто-то примерно с таким же телосложением, как у меня, померится за меня. А то это невозможно. В 05 так прикольно выглядит зеркало. Когда он сказал, поиграем в ролевую игру, но ты не так поняла. Не всё так плохо. А если плохо, плохо. Вы скажете мне, Катя, ну куда десерт? Уже и так было три куска пиццы. А я скажу, десерт, он идёт не в желудок, он идёт в сердце. Если вы не из Москвы, никогда не видели этот СА-биопарк, то посмотрите, какое здесь есть аквариум. Кстати, голубое мороженое на вкус как детство. Куда уходит детство? Реально, если вы хотите вспомнить детство, возьмите голубое мороженое с мермеладом. Прям, знаете, так хорошо на душе стало. Холодно, но хорошо. Я хочу, чтобы мне подарили вот такой большой магазин с мороженым. Ну вот этот киот, где там всякие разные вкусы, где всякие разные... Вот, видимо, фисташка, ваниль, мороженое, всё вот это. Дедушка Мороз, я была плохой девочкой. Можно мне плохой подарок? У меня же от мороженого горло заболит, поэтому это не совсем прям полезно. Блин, так клёво выглядит авиапарк, конечно. Раньше здесь столько было малышей, сейчас тикток закрыли. Делать им больше здесь нечего. Идём по кладбищу магазинов. Зара, Стрэдзи Вариус, Бершка. Бершка, я так её любила. Очки, как у Барби. Не идёт, мне кажется, нет. Говно. Настроение говно, одежда в магазинах говно. I'm so sad. И в чём я пойду на выпускную? Чё? Меня очень бесит сейчас вот эта вот мода на платья такие, знаете, которые без лифчика носят. Они все недостатки показывают, потому что они типа шёлковые. Вот у всех вы хотите сказать, идеальные сиськи, идеальные фигуры под такие платья? А таких большинство сейчас везде. Мне кажется, это вообще неправильно. Это нормально для нас, чтобы пожрать можно было, потесить. Чтобы сиська не выпала, если чё. Я больше всего на земле люблю, конечно же, кофе. Кофе. И я наткнулась на робота, который варит кофе. Попробую, какой он делает кофе. Он передаёт другому роботу мой стаканчик, чтобы он мне его отдал. Держи, друг. Он, короче, застрял. Ну, спасибо, очень вкусно. Попила кофе. Он стоит и не хочет вообще ничего делать. Класс. Надо было ввести пин-код, я тупая. Я взяла с кокосовым молоком и хочу сказать, что заебись нормально-таки. Ну, нормально. Вот бы мне такой домой. Хочете сделать вывод? Шопинг полное говно. Мне ничего не понравилось. Всё какое-то отстойное, говяное. Слава богу, хоть робот вот мне кофеёчек сделал. Я очень расстроена. Я не знаю, в чём я пойду. Как говорила в начале видео, голое, походу, придётся. А чё я уже доучилась? Что мне там, перед кем там строить из себя монашку? У меня будет выпускной. Мы скинули себе по 7 косарей. Я на эти 7 косарей, я всё съем и всё выпью. Ещё надо надеть платье, чтобы живота не было видно. А то мне тут говорят, вот все набухаются, будут блевать. Мне кажется, я единственная, кто набухаюсь и буду блевать. И потом опять дальше. Все 7 тысячи, все 7 тысячи отработали. Смотрите, как красиво. Воняет травой. Что за вечеринка и почему меня на неё не позвали?